На овощном рынке республики скоро появится продукция местного круглогодичного производства. Сегодня в Агропартнеры торжественно перерезали ленточку. Тепличный комплекс официально объявлен открытым. Какую продукцию и когда он представит на прилавках, расскажет Иван Подойницин. Взаимоотношения между Якутией и Японией дали свои плоды. И такие плоды, что местами ветки ломаются. К декабрю на площади в тысячи квадратных метров выросло около полторы тысячи растений. Таков результат заключенного этой весной меморандума. Соинвесторы из Японии отметили, что готовятся к визиту президента Российской Федерации. И это тепличное хозяйство должно послужить стимулом к развитию плана экономического сотрудничества между странами. На полях Российско-Японского экономического форума, который должен пройти на следующей неделе в Токио, правительство республики Сахай-Акуте, администрация городского округа и город Якутик подпишут соглашение о начале реализации второго и третьего этапов круглогодичного тепличного комплекса. Урожай с первого сбора поставят в детские и дошкольные учреждения. Затем по мере увеличения объема будут уже продавать населению. Сейчас производственных квадратных метров около 850. Планово предстоит получить примерно 40-50 килограмм с каждого. А руководители тепличного хозяйства тем временем утверждают, что продукцию они вырастят только экологически чистую. На компьютере уже все выведено. Раствор, чего, сколько должно быть. Этот раствор мы сдавали в лабораторию. Результаты получили, протокол. Все, ничего нету лишнего, даже у нас чуть меньше концентрации. Ну, по цене, думаю, это не будет очень дорого. То есть, если мы дороже сделаем китайские продукции, то вряд ли будут ее покупать. Все оборудование и инженерно-технологические системы поставлены с партнерской стороны. Все это предприятие сейчас обслуживает всего 9 технологов. Некоторые из них получили свои знания на стажировке в Японии. Стажировка проходила с июля месяц по середину августа. В ходе стажировки мы обучались, у нас было несколько человек, трое. Мы обучались особенностям выращивания томатов на гидропонной культуре в условиях Японии. В условиях климата Хоккайдо тоже используются однослойная и двухслойная полимерная пленка. В Якутии же в связи с особыми температурными условиями для повышения энергетической эффективности и сохраняемости тепла пришлось установить вторполимерную пленку в три слоя. Применение вторполимерной пленки двухслойной, трехслойной, она не нова и используется уже несколько лет во всем мире. Например, на одном из олимпийских объектов в Пекине была применена подобная технология, но я хотел бы подчеркнуть, что применение этой технологии именно для строительства теплицы в первый раз было применено в мире. На рынок будут поставлять три сорта помидоров. Какой из них больше будет востребован, скажет уже якутский потребитель. Иван Подойницин, Юрий Филиппов, НБК Саха, Якутск.